Итак, второе видео «Человек гниет заживо» Вторая часть моего предыдущего, последнего видео Согласно сообщению Министерства торговли, потребление мяса на душу населения в 1922 году в Америке составляло более 150 фунтов Это означает 150 фунтов в год на каждого мужчину, женщину и ребенка в этой стране Таким образом, чтобы отравить свои тела и быстрее закончить свои дни Американский народ потратил примерно 250 тысяч миллионов долларов на это количество мертвой плоти за один год Но Мечников лишь коснулся поверхности Это так, потому что медицинская наука, наука ли, ищет причину болезни только в дефектных частях и функциях организма Чтобы он вышел за пределы пищевого гниения, для лечения которого он удалил толстую кишку Он обнаружил бы состояние во много раз более серьезное, для лечения которого он, без сомнения, хотел бы удалить всю систему кровообращения А если бы он пошел еще дальше, он обнаружил бы дегенеративное состояние всего организма, для лечения которого потребовалось бы удаление клеток, тканей и даже костей тела Не легче сразу убить в таком случае человека То есть он решил поспорить с Богом Что это за вторичные и третичные условия? Мы увидим, когда разлагающаяся плоть превращается в кровь Эта кровь, конечно, разлагается гораздо быстрее Когда мы уже говорили, чем кровь, приготовленная из фруктов и овощей Ибо природа крови должна соответствовать природе пищи, из которой она сделана Тело должно производить кровь из пищи, которую мы едим И кровь будет чистой или не чистой, в зависимости от того, полезна ли пища или нет По этому поводу доктор Тролл замечает Физиологи заметили, что кровь плотоядных животных подвергается гниению гораздо раньше, чем животные, питающиеся овощами Хилус плотоядных людей, будучи вынут из тела, разлагается и становится гнилостным менее чем за четверть времени необходимого для того, чтобы хилус вегетарианца подвергся этому же процессу Хилус – это пищевая жидкость беловатого цвета, выделяемая путем кишечного всасывания из пищи, подвергшаяся воздействию органов пищеварения Он всасывается полезными холюзными сосудами, отходящими от слизистой поверхности тонкой кишки и по грудному протоку переносится в кровь Это позже становится кровью, которая восстанавливает и обновляет клетки и ткани Доктор Марсет, Оливер Леритсье и другие физиологи объединяются, утверждая, что хилус, образующийся из мясной пищи, разлагается самое большее за 3 или 4 дня Тогда как хилус, приготовленный из пищи, состоящей из фруктов и овощей, благодаря своей большей чистоте и более совершенной жизненной силе, может храниться в течение многих дней, не становясь грязным Грэм заявляет, что также хорошо известно, что человеческая кровь, образовавшаяся из животной пищи, разлагается, если ее взять из живых кровеносных сосудов за гораздо более короткое время, чем кровь, образовавшаяся из чистой фруктовой и растительной пищи Но на этом все не заканчивается Как мы уже говорили, тело в жизни постоянно разлагается и разрушается, и также постоянно перестраивается Строительный материал поставляется кровью, а кровь образуется из еды и питья Я еще скажу из того, как мы мыслим Какие клетки и ткани можно построить из крови, состоящей из гниющего беша, из гниющейся плоти? Какая опасность стоится в гниении остатков мясной пищи в толстой кишке по сравнению с той, что возникает в результате гниения жизненного потока в кровеносных сосудах? Какая опасность возникает от гниения жизненной жидкости в кровеносных сосудах по сравнению с той, которая возникает от гниения клеток и тканей, построенных из гниющей крови, состоящей из гниющей плоти? Единственная удивительная особенность состоит в том, что все тело не разлагается полностью, даже когда мы ходим по земле, как во многих случаях оно частично разлагается Посмотрите на насморк, катаральные выделения, нагноившиеся язвы и гнойные легкие, выводящие свою гнилостную ношу через кашель, которые так часто встречаются и которые являются всего лишь спасительными процессами, выбрасывающие смертельные продукты гниения, происходящие внутри тела и крови Подобным же образом все тело сгнило бы и утекло бы в землю, как поток тления и загрязнения, но за чудесное совершенство работы природы во всем от самого маленького до самого большого То есть если бы тело не выводило через ваш кашель, вашу простуду, грипп, гнойные выделения, все эти яды, человек бы умер в течение 10 дней Поэтому люди так часто и болеют, что они загружают свое тело ядами, смертельными, трупными ядами Что и не очищаются никогда за всю жизнь В 50 лет услышали об очистке, сделали 3 раза клизму или касторовое масло и думают, что они очистились Да нет, вам придется 3 года пахать, как папа Карла, если вы за всю жизнь ни разу не очищались Чтобы продлить наши дни и не допустить, чтобы тело в течение нескольких... Поэтому я приглашаю, приходи в мой клуб здоровья Вита Катарсис, где ты сможешь обрести знания, как это делать Чтобы продлить наши дни и не допустить, чтобы тело в течение нескольких коротких месяцев оседало в виде массы гнилой глины Из-за дегенеративного воздействия плотоядения его функции, несомненно, были быть значительно ускорены со скоростью, превышающей скорость, которая наблюдается сейчас Существовало в организме плодоядных людей, которые до потопа пережили много столетий До потопа люди жили очень много Потом уже после потопа люди стали сокращать свою жизнь, потому что стали есть мясо То есть тут установлены факт, что метаморфоз тканей у хищных животных происходит с большей скоростью, чем у травоядных Потому что у тех, кто есть мясо, у них повышенное дыхание, повышенное сердцебиение, это ускоряет жизнь Повышенное кровообращение, быстрее укорачивается жизнь и быстрее она проходит Такое маленькое по сравнению с травоядными Вот, например, каждый физиолог должен признать, что мясоедение приводит к увеличению пульса, дыхания, ускорению всех жизненных функций Чем быстрее движется любая машина, тем быстрее она изнашивается Поскольку каждый поворот колеса жизни приближает тело к концу Чем быстрее вращаются колеса, тем скорее достигается конец Однако, если бы не эта чудесная способность природы приспосабливать организм к окружающей среде Среде человеческое тело, питающееся гниющей плотью, разложилось бы и разрушилось в течение нескольких месяцев Если бы организм человека не приспосабливался Но такой приспособленческий организм, он полуживой, он полудохлый Поэтому болеет, насморк, простуды Мясоеды живут до 60 лет, чукчи до 60 лет и у них атеросклероз Это уже научно доказано, у меня в телеграмме есть это все Чукчи только с виду здоровы, а внутри у них атеросклероз и они умирают в 60 лет Если функции организма были бы замедлены на 25% ниже нынешней нормы На диете из гнилой плоти человек не проживет и 10 дней До сих пор мы наблюдали, как природа из дегенеративного состояния навязанного тела Компенсировала его увеличением функций, приводя тело к зрелости за 35 лет в первом поколении после потопа Когда мясо в пищу использовалось, впервые разрешены, когда до потопа употребление в пищу мяса было неизвестно Есть подозрения об опасности, таящейся в мясной пище Для того, чтобы лучше это осознать, обратим внимание на это дело более подробно Что касается количества ядовитости ядов, образующихся в живом организме Честер Левер говорит Нет известной бактериологии ядов, которые были бы более смертоносными, чем естественные ядовитые отходы тела животного Если бы здоровый человек был вынужден вдыхать ядовитую углекислоту, выделяемую из его собственных легких Это привело бы к смерти Мочевина, выведенная почками в случае ее сохранения, может вызвать смерть в течение короткого времени Человеческая система производит достаточно ядов за 30 или 40 часов, чтобы уничтожить жизнь, если бы он оставался в организме Яд это естественные отходы и изношенные вещества, которые в здоровом состоянии выводятся кишечником, почками, легкими миндалинами и кожей Но людей здоровых нет, у них не работает выделительная система, отсюда у людей рак образуется, как конечная стадия разложения Пока существует жизнь в теле животного, в результате его распада, постоянно образуются яды На момент убоя тело содержит среднее количество ядовитых отходов в клетках, тканях и крови Поскольку функция прекращается со смертью, яды, которые находились в организме на момент убийства животного, остаются там К этому тут чажи прибавляются новые яды, ибо, как мы сказали, все тело тут чажи начинает разлагаться Трупные яды, кадаверин, пустрицин, птамоины, и как только его лишают жизни Эти яды мы принимаем в свое тело, когда едим мясо, и от этого ядовитого вещества мы ожидаем, что тело обновит и восстановит свои изношенные и разлагающиеся части и станет здоровым и бодрым Если это не происходит, мы никогда не думаем об изменении своих привычек И вместо этого мы отправляемся на поиски лекарств, и когда мы принимаем лекарства от ваших якобы называемых болезней, вы загоняете болезнь еще больше внутрь Она начинает внутри уходить вглубь ткани, и потом она уже просто, вы умираете 30, 40, 50, 60 годами, и болезнь просто жизнь дряхлая Приходи в мой телеграм-канал, ссылка в шапке моего профиля